Привет, друзья! Смотрите, Чебурашка решил полакомиться апельсинами. Тяп-ляп! Давайте слепим его. Использовать мы будем пластилин Брауберг Магия Цвета Нью. Брусочки здесь очень яркие, но сегодня нам понадобятся только оттенки коричневого. Смочим руки в воде и вперед. Этот темный цвет отлично подойдет для шерсти Чебурашки. Кстати, пластилин очень приятно разминается. Скатаем шарик. Теперь нужно сплющить его в широкую лепешку. А вы пока напишите, смотрели ли вы уже кино про Чебурашку. Оно вам понравилось? Готово! Для уменьшения веса фигурки будем использовать фольгу. Из двух или трех листов сделаем круглый комочек. Завернем этот блестящий шарик в коричневую лепешку. К слову, по цвету Чебурашка напоминает медвежонка, но он же к ним не относится. Или относится. Что вы про него знаете, напишите в комментариях. А тем временем, основа для головы готова. Смотрите, пластилин хоть и темного цвета, а руки не пачкает. Здорово! Когда шарик выровнен до красивого блеска, можно переходить к следующей детали. Из этого маленького шарика сформируем хохолок на макушке зверька. Прилепим его вот сюда и сгладим стык. Кстати, мы лепим современного Чебурашку, про которого недавно вышел фильм. А есть же еще старый мультик про этого героя. Вы его смотрели? Тем временем, у нас получилась фигура, напоминающая большую шоколадную конфету. Нам повезло. У Брауберга в пачке оказался вот такой телесный цвет. Как раз то, что нужно, чтобы слепить лицо Чебурашки. Шарик пластилина слегка вытянем и сплющим в овальный блинчик. Он должен получиться довольно тонким. С одного бока стекой вырежем небольшой треугольник. Смотрите, наш овал по форме стал похож на яблоко. Можно прилеплять эту деталь к голове. Чуть позже тут появятся глаза и нос зверька. Пора мастерить самые выдающиеся части фигурки. Круглые уши. Небольшой шарик надо сплющить в толстую лепешку. И сформировать вот такую, как бы, тарелочку, что ли. С одной стороны она получается слегка вогнутой. Нам нужны два таких уха. Для надежности будем крепить их на проволоку. На каждое ухо возьмем по два кусочка. Так как уши у героя чуть ли не с голову размером. Проковыряем дырки. И можно крепить ухо на место. Вышло прям как вилка и розетка. Класс! Теперь сгладим стык, чтобы ушки и голова стали единым целым. В принципе, можно оставить и так. А можно добавить еще немного пластилина вот в эти щели. Сверху и снизу. Таким образом приладим оба уха. На очереди, пожалуй, самое сложное. Лицо чебурашки. Для начала вылепим выпуклый носик. Шарик пластилина прилепим к нижней половине лица. И сформируем из него бугорок, сгладив стык. Пластилин в силу своей эластичности отлично сглаживается. Смотрите, какая милая мордашка получается. Чтобы смастерить глаза, стекой вырежем кружочки в бежевом пластилине. Для этого удобнее использовать стеку с узким кончиком. Она лучше всего подойдет для такой операции. Вырезы желательно делать как можно более ровными. Как-то так. А сейчас в эти ямки поместим по белому кружочку. Чебурашка кореглазый зверек. И снова у нас в коробке с пластилином нашелся подходящий оттенок. Даже смешивать цвета сегодня не пришлось. На коричневые кружки прилепим черные зрачки. И поверх добавим блик. В белых кружочках сделаем небольшие углубления. Можно размещать наши карие глазки. Друзья, если вы тоже планируете лепить фигурки с мелкими деталями, то берите классический пластилин. Он лучше всего для этого подходит. Например, у Брауберга очень большой выбор такого пластилина. Взять эти же бровки-полосочки и треугольный носик чебурашки. Смотрите, какими четкими получились эти элементы. Если вы скульптор не по годам, то можете еще смастерить пухлые щечки пушистика. Они лепятся примерно так же, как и выпуклый нос. Но этот шаг можно и пропустить. Без них чебурашка, конечно, не перестанет быть на себя похожим. Но мы-то с вами не ищем легких путей, правда? Чебурашка пока выходит очень классным. Осталось сделать его улыбающийся рот. Его можно просто прорезать стекой. Для большей реалистичности немного увеличим нижнюю челюсть с помощью крошечного кусочка пластилина. Но это опять же задание со звездочкой. Ура! Голова полностью готова. Пора переходить к туловищу. Тут нам снова не обойтись без хитростей в виде проволоки и наполнителя. Сделаем проволочную петельку и завернем ее в фольгу. Получается вот такая штука. Комочек с торчащим из него прутиком. А дальше идет уже знакомая нам задача. Обернуть эту конструкцию в блин коричневого цвета. Пластилин очень податливый и быстро приобретает нужную форму. Кстати, если он вам тоже нравится, найти его можно в интернет-магазине OfficeMag, на маркетплейсах или в канцелярских магазинах вашего города. Мы покупали на Озон. Подробности в описании. Пора лепить ноги нашего героя. Шарик пластилина немного вытянем и сплющим его в овал. Стекой сделаем пару надрезов. Это ступня с пальчиками. Из еще одного такого же шарика скатаем небольшой столбик, расширяющийся кверху. Соединим эти две детали. Нам нужны две такие коротенькие ножки. Можно прилепить их прямо так, но с проволочным каркасом будет надежнее. Класс! Ноги готовы! Кстати, вы знаете, откуда взялось имя чебурашка? Оно происходит от слова «чебурахнуться» или «упасть». На таких коротких ногах зверек часто спотыкался и падал, поэтому его так и назвали. Ну что ж, на очереди руки. Они делаются очень просто. В отличие от ног, руки длинные и немного расширяются к низу. А еще на руках у зверька имеются четыре пальчика. Пожалуй, самым сложным тут будет спрятать все эти мелкие стыки. У чебурашки, наверное, еще должны быть острые коготки. Вы видели, как ловко он чистит апельсины. Но когти мы ему лепить не будем. Можно прилеплять руки к плечам. Прижмем их сверху поплотнее и снова сгладим стыки между деталями. Как вам? Вроде отлично выходит. Давайте соединим голову и туловище. Ну и еще пара маленьких деталей. Прилепим бежевое овальное пятно на пудик зверька. И коротенький коричневый хвостик сзади. Чебурашка получился очень классным. Вы согласны? Ставьте лайки, если вам понравилась наша сегодняшняя лепка. Пишите в комментариях, кого слепить в следующий раз. Ну а чебурашку отпустим лакомиться его любимыми апельсинами. Кстати, в прошлом видео мы лепили котю. Обязательно посмотрите этот мастер-класс, если еще не видели. А на сегодня все. До новых встреч!